здравия желаю уважаемые подписчики и гости канала продолжаем сегодня мы настроили печь ребята печь индукция видите для обогрева для варки она не годится при таком режиме для обогрева мы сейчас проверим мне и градусник не того 150 градусов то есть поле обогревается 150 градусов при этом ребята расход 0 нулевой то есть ток берется видно и назад отдается почему так происходит а потому что мы применили реле мрон 1 к 3 то есть подаем импульс берет ток а 3 секунды сдает ток назад сеть поэтому видите расхода никакого отрегулировали нашими видите ручка как стоит на малых оборотах а это не мешает нагревать саму полю на 150 градусов как вы видели 150 градусов то есть поле нагревается на 150 градусов ребята работает импульсами применяется сым постоянный ток за счет постоянного тока ребята сразу идет большой импульс и ведь импульс идет вот вот и назад видите пошел а потом назад взял взял импульс а так как это керамика ребята индукция керамика то есть поле это керамическое она имеет большую тепловую инерцию поэтому за три секунды не не остывает а только подогревается то есть за счет это за счет за счет поля вот это который имеет ребята керамическая структура стеклокерамика материал позволяющий хранить тепло но не хуже чугуна однако ребят есть чугун хвалил но это тоже не хуже чугуна то есть еще разность печка индукция керамика два с половиной киловатта далее сын на 4 киловатта сын видите отрегулировали на малых оборотах то для варки это не годится для варки надо еще кое-что там ионисторы а вот для обогрева как вы видели ступсенградзе вполне пригодно обогревать вот такие комнаты небольшие зимой при этом ребята расход вы видите нулевой вот она взяла с вами видно эти взяла и назад красненькая вот черта углу взяла и назад здесь тоже видно эти взяла здесь хорошо видно и пошла назад а сейчас печь ребята и так схема печь керамика вот такой объем и вот тут у ней сама сама вот это поле поле у нее не полностью ребят а вот это поле греется посередине два с половиной киловатта я убрал всю автоматику тут была автоматика то есть она могла работать только тогда когда поставишь посуду это посуда должна значит магнититься посуду поставить она включалась я убрал то автоматику всю напрямую подсоединил самый нагревающий элемент сам сам нагревающий элемент ребята напрямую и вывел вывел провод сюда то есть получился у меня просто нагревательный элемент напрямую без всякой автоматики а я уже тут сам для чего я уже тут сам автоматику делаю видите применяя шим 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 два с половиной киловатта ой шим нет вру два с половиной киловатта сама комфорта шим 4 4 киловатта 4 киловатта какое напряжение мы сейчас проверим подается импульсами а всего-то ребята подача через шим как бы 12 вольт но это не 12 210 вот на таком сбавленном видите сбавленные обороты это 210 то есть 210 вольт постоянного тока но чистота ребята не знаю точно чистота может быть сильно заниженная чистота а это не надо этой комфорке не на чистоту потому что у ней большая значит сила тока обратная поэтому большая значит тепловая инерция поэтому чистоту избавили она на своей игре и мы здесь избавили чистоту на сыне и еще ребята на этом на реле оброн тоже избавили чистоту подстояние значит одну секунду пуск для обогрева системы одна секунда пуск а три секунда возврат для возврата тока вот эти три секунды ребята система работает на своей тепловой инерции так у нее большая то есть капельная система намного превышает тысячи процентов значит нагрев 150 150 градусов нагрев расход тока ноль можно применять для варки ребята не применят вот кто-то говорил может вода вода не закипит я пробовал вода закипает когда где-то 200 300 градусов почему там теряется тепло они только стоят 100 ребята это на воде а в комфорке должно быть 300 тогда вода закипает это проверено а вот здесь только 150 то есть для варки эта система не годится это на 100 и кианистры а для обогрева комнаты вполне то есть система для обогрева обогреватель ребята из индукционной плиты благодарю за внимание всем удачи и стального